Всем черпет дорогие друзья, великовозрастный школьник переросток, это типа я, продолжает знакомить вас с новиночками от компании JBL, ну что-то есть в этих портативных колонках, вместо логики включается, когда ты ее берешь в руки, эту малышку, она такая прикольная, просто очень точно сказал один мой знакомый, как будто вязаная, какая-то мягкая игрушка, еще и звучит при этом, это вместо предисловия. В общем, клип пятая у нас сегодня на обзоре, давайте же смотреть на нее поподробнее, у меня была клипка четвертая, делал я сравнение, тоже сейчас опять вставлю где-то сбоку видео, будете наблюдать параллельно это все дело, но теперь наряду с гоу новой четвертой вышла еще и пятая клипка. Вообще по популярности можно смотреть, что наверное все-таки флип серия самая популярная, потому что флипка уже есть шестая, да, клипка только пятая, а гоу только вот четвертая вышла, поэтому чем колоночка меньше форматом, ну тем видимо она хуже продается, поэтому и не так быстро выходят обновления. Чем же хвастаются производители на коробочке на этот раз? На такой эко, тоже приятной, милой сердцу гринписовца, картонной коробочке, универсальной для всех цветов, просто сейчас клеится такая наклеечка с разным оттенком и дизайном. Bluetooth 5.3 на прошлой версии, давайте сразу так сравнивать, был Bluetooth 5.1 на клипке четвертой, 12 часов, вот это туда куда вам никогда не надо смотреть, потому что по автономности она стала хуже, она стала мощнее, но это я забегаю наперед опять же. Давайте короче открывать, что делать много там, бла-бла-бла, в комплектации идет черный шнур, мне кстати написали там в комментариях, что не чувак, это раньше шел, раньше, когда деревья были зеленее, люди добрее, оранжевый шнур, ты уже что-то попутал, а с недавних пор кладется вот такой вот черный, ну не знаю, мне оранжевый нравился больше, поэтому он был такой какой-то заводной, зажигательный, макулатуры куча разная, вот интересно, что они в буклетике, а, это даже не буклет, оооо, та-да-та-та-тан, та-да-тан, та-да-тан, ну посмотрите, сколько разных цветов у нее есть, очень, как всегда, приятное внешнее и тактильное устройство, вот сразу все вопросы о качестве изготовления, о материалах изготовления, они куда-то испаряются, улетучиваются просто, когда вы все это разглядываете на каких-то картинках, интернет-магазинов, оно ничем не отличается от других колонок, каких-то китайских производителей, ну которые там в три раза дешевле, ну вот ничем не отличается, смотрите, это джебель, а это какой-то там чун линь бэнь, и оно одинаковое, а цена в три раза отличается, а еще и вот цун линь бэнь заявлено, и там rgb подсветка, и какая-то невероятная длительность звучания, и там вообще просто, еще и играет от микро-сиди карточек, вообще выбор очевиден, но когда ты по факту берешь это все в руках, сравниваешь, то, друзья, блин, ну джебель впереди планеты всей, по крайней мере, вот в таком формате акустики, что касается качества изготовления, тут можете даже не сомневаться, дизайн в целом претерпел тоже изменений, он, конечно, не так сильно отличается, как отличалась клипка третья от клипки четвертой, но все равно отличается, ну например, опять же, у клипки четвертой было вот этот вот карабин, он как бы продолжался, по-моему, на пол колоночки, вот так вот шел, да, и не было наплывов таких, как здесь, он одинаковой толщины, здесь же мы видим, что как и, если провести аналогию с новой колоночкой GO, есть широкие вот такие резиново-силиконовые вставки, как бы из которых все и растет, собственно, опять же, сзади пять широких полосок, ножки, которые вряд ли будут отклеиваться, вместо вот таких вот частеньких на предыдущем поколении, так, кнопочки здесь не резиновые, в новой GO они резиновые, здесь пластмассы, как и были, и вот мне нравится, что они стали делать обрамление у надписи, надпись-то не поменялась стилистически, да, но ее как бы выделяют, вот черное выделили оранжевым, раньше они этого не делали, было так более скучно, из органов управления, здесь включение-выключение, блютуз-сопряжение и AuraCast, это новая фишка, опять же, что-то типа пати-буста, и вы можете соединять все колонки, которые поддерживают теперь AuraCast. Карабинчик, ну, вот эта вот часть точно пластиковая и с металлической подвижной, вот этой подвижным элементом, а вот эта часть вроде бы как алюминиевая, с покрытием, но она имеет другую структуру, и немножко отличается по всему. Есть индикатор, но индикатор, он просто включение-выключение, и загорается красным, когда колоночка разряжена. Теперь по частотному диапазону, предыдущее поколение заявляли 100-20 тысяч герц, здесь сделали 95-20 тысяч герц, но так немножечко, чтобы по цифрам отличалось, якобы более низкие частоты должна чуть лучше отыгрывать, хотя вряд ли это будет слышно. Но по мощности, прошлое поколение было 5 ватт, а здесь 7, друзья. И несмотря на то, что аккумулятор тоже претерпел изменений в лучшую сторону, на прошлом поколении был 1050 мАч, а здесь аж 1400 мАч. По автономности, по звучанию, она проигрывает предыдущему поколению в силу своей возросшей мощности. На максимальной громкости эта колоночка отыграла 2 часа 22 минуты и просто вырубилась нахрен. Прошлое поколение на максимальной громкости отыграло ровно 3 часа. Да-да-да, у меня в дневничке задрота все записано, а вы как думали, друзья? Пусть давно этих колонок у меня уже нет, но данные остались, что написано пером, не вырубишь топором. IP67 и там и там водозащита, ее можно погружать под воду на 2 метра. Внизу у нас такая попка, попугайская попка в виде водозащищенного разъема Type-C. На лицевой стороне у нас плей-пауза и громкость больше-меньше. Но, что самое интересное, как и в случае с новой колоночкой GO 4, здесь прикрутили полноценное взаимодействие с приложением GBL Portable. Да, вот так вот она называется, просто у меня есть GBL Headphones, это для наушники, это Portable. Вы можете сконнектить ее с этим приложением, сразу же вам прилетает обновление. Да, там все просто, но самое главное, вы можете теперь настраивать эквалайзер, есть пресеты и есть целый 5-полосный эквалайзер. А раньше в GBL, как только в той же Flip, 6-й, 3-полосный был. Сейчас они уже эту функцию расширили. Это, конечно, прикольно, круто, что такие маленькие колоночки теперь обзавелись возможностью коннектиться с приложением, получать обновление и подстраивать звук, как вам нравится. Что же касается звука, друзья, она конкретно громкая. Это первое, на что вы обращаете внимание. Если в случае с колоночкой GO, там еще можно как-то думать, подзвучит она вам комнату 4х4 или может быть мало будет. Вот, наверное, на воздухе, где звук улетает в разные стороны, ее 100% будет мало. То тут, я ее когда в своей комнате включил, ну, слушайте, она прям орет. Ну, реально. Ее хватает с головой. Нет, конечно, стекла не вибрируют и басика она не наваливает на максимальной громкости, потому что, как все колонки JBL, чтобы выйти на максимальную громкость, она изменяет АЧХ, да, у нее становится, ну, меньше низких частот и больше того диапазона, на который ей проще орать, да. Но, в целом, она громкая и она качественно, чисто звучит. Она хорошо отыгрывает высокие частоты, она не бубнящая, тоже мне очень это нравится. Тем более, если эквалайзером немножечко верхние частоты чуть-чуточку приподнять, то псевдодетализация появляется. Звук становится такой более ясный, более, ну, воздушный, классный, яркий, что ли. Нет, есть, знаете, часто такие колонки, которые вот разработчики подумали про то, что бас, да, шкалота любит басы. Они такие, все, такие вот. Нет, тут абсолютно адекватно отыгрывается в верхний частотный диапазон. И даже на максималочке она не пердит, не хрипит, не кашляет, не превращается в какую-то кашу. Да, частотный диапазон меняется, но, в целом, удовольствием слушать это можно. Но, если вы хотите все-таки наслаждаться звуком, насколько это возможно, в данном формате акустики, то 50-60%, как обычно, с подстроенным эквалайзером, просто муа, красота. Сейчас мы поставим мой любимый тестовый трек и послушаем, как же она играет на тех самых 50-60% мощности. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие дела, ребятки. Протыкаем ваши императорские лайки. Подписываемся на канал, делимся видосиками. Субтитры сделал DimaTorzok